Что-то я начал впадать в такую глубокую-глубокую депрессию и хандру по поводу экономического и политического будущего нашей замечательной страны. Чтобы попытаться разогнать эту хандру, мы сегодня пригласили Юрия Болдырева, публициста и акс-начальника контрольного управления администрации президента РФ, поговорить на тему альтернативной экономической стратегии. Есть ли такое вообще и что это такое? Но, как мне объяснили наши гости, в нашей стране обязательно затронет некоторые политические вопросы, поэтому попытаемся это все обсудить. Прежде чем начать наши дискуссии, и возможно, что Юрий Болдырев все-таки убедит меня в том, что у нас есть светлое будущее, хотелось бы задать Юрию простой вопрос. Юрий, а как вы оцениваете наше сегодняшнее состояние с точки зрения экономики? Вот экономическое положение дел в стране и куда все это катится? Прежде всего, меня давненько не пытались использовать в качестве оптимиста. Так, вы хотите строительство и настроение на выходные. Раз, второе. Нет, можно сказать, что я и экс-выпускник детского сада, номер такого, это школа номер такого. То написали, то написали. Да, экс-начальник контрольного управления, я 20 лет назад, вообще 20 лет. С тех пор было очень много всякого другого интересного. Значит, ваш вопрос, как я оцениваю? Те сторонники власти, которые говорят, да чего там, хорошо живем, в каждом дворе машина, мы никогда не жили так хорошо. С точки зрения средней, сиюминутной температуры по больнице, в общем-то, не так уж и неправо. Но с учетом того, что мы люди взрослые, нас интересуют тенденции, с учетом того, что мы люди достаточно взрослые для того, чтобы иметь детей, а кто-то уже и внуков, наверное, в том числе из наших слушателей, нас интересует не только, как мы доживем в ближайший год, два, три, пять, а что будет с детьми, внуками и страной. В этом смысле, с моей точки зрения, ситуация крайне бесперспективна. Бесперспективна. Почему? Ну, скажем так, в чем бесперспективность ситуации? Поясню так. Есть концепция, что мы можем жить за счет невозобновляемых родных ресурсов, продавать их, и за счет этого, в общем, покупать все, что нам нужно за рубежом. Концепция известная, ее основные разработчики и проводники все при власти остаются и сейчас, либо на крупнейших государственных, полугосударственных корпорациях. Если не ошибаюсь, эта концепция также красной нитью проходит в стратегии 2020. Всюду. Значит, один из громче всех заявлявший ее Греф. В свое время. На всем дефективность концепции. Дефективность концепции в двух составляющих. Первое. Ну, вот лично я хотел бы жить среди более высокоразвитого сообщества. То есть, чтобы в этом сообществе были и физики, и математики, и инженеры, ученые. Сварщики хорошие, в том числе. Сварщики. Кто угодно еще. В этом смысле я проведу такую аналогию. Вот есть какая-нибудь высшая школа экономики, а есть Московский государственный университет. Они отличаются не только направленностью в экономике. Они отличаются фундаментально кругозором студентов. По той простой причине, что в одном месте, кучников вместе, прекрасные, может быть, замечательные экономисты, юристы, менеджеры. А в другой команде вместе и биологи, и химики, и геологи. То есть, совершенно другое представление о масштабах мира, о направлениях возможного развития, саморазвития и так далее. Вот в этом смысле надо понимать, что узконаправленная вот такая огромная страна, 140 миллионов населения и одна восьмая мировой суши, это деградация. Жить в стране, в которой ты вынужден признавать, что неминуемо деградирует при таком узконаправленности свое развитие, в общем-то, человеку моего типа просто неприятно. То есть, я бы предпочел жить в стране более полифонически развивающейся. Это односторочное. Но это мои хотелки. Они, в общем-то, не все должны интересовать. Но с точки зрения будущего элементарного обывателя, которому, может быть, это все не нужно, есть элементарный вопрос. А как долго у нас будут покупать вот это все, что лежит в нашей земле? По каким целым? Да, даже по любым. Значит, представление о том, что мы всегда договоримся, иллюзорно и ошибочно. Какие-нибудь североамериканские индейцы тоже могли думать, что они договорятся. 23 соглашения заключали с государством Семенштадта Америки, и все 23 соглашения были нарушены. Им каждый раз сказало, что они наконец-то договорились, они пошли на уступки. Они же не революционеры, они не какие-то там милитаристы. Они все время шли на уступки. Но каждое новое соглашение затем нарушалось. Это мне напоминает сегодняшнюю политику тоже постоянных уступок. Да, то есть представлять себе, что у нас и наших детей нефть, газ, руду, металлы и так далее будут покупать вечно. Даже по цене в 2 или в 3 раза дешевле, чем сейчас, если подадим на такие уступки. Это представление иллюзорное. Покупать будут лишь до тех пор, пока, ну уж извините, прагматически выгоднее покупать, чем просто забрать. Ну, давайте, вот мир без иллюзий. Вот, в этом смысле пока направление нашего движения совершенно однозначное. Мы стремительно скатываемся к тому, чтобы все быстрее и быстрее, через какое-то время у нас, с нами вообще перестали разговаривать и просто забрали. Я приведу еще пример, чтобы люди понимали, насколько это реально. Я его где-то приводил в средствах массовой информации, повторю, он очень важный. У меня есть друг, с которым мы вместе 20 лет назад работали, 25 лет назад, на оборонном предприятии крупного в Питере. Вот, у него так случилось, что он уехал в Америку 20 лет назад, там живет, уже дети, все. Он сам инженер, он поддерживает контакты, мы с ним общаемся, он развитый человек, он вроде как в нашей культуре. И мы с ним как-то разговариваем на какую-то тему, и, среди прочего, он говорит, ну, вообще вопрос о принадлежности природных ресурсов в конкретном государстве, это вообще-то вопрос дискуссионный. Ну, это же были заявления Маргарет Тэтчер, по-другому, да. Понимаете, вот я хотел бы, чтобы наши слушатели поняли, осознали, что заявление Маргарет Тэтчер, заявление Обамы, Буша, это одно. А когда это разлито уже фоном общественного мнения, когда это есть уже фундаментальное представление о справедливости. У них там формируется фундаментальное представление о справедливости. Справедливо это, когда все ресурсы Земли равнодоступны всем. Включая, разумеется, наши российские ресурсы, всем это, включая их там США, Японию, там, и так далее, и так далее. То есть просто надо понять, как они понимают мир. Они пойдут на нас агрессивной войной в их представлении, отнимать у нас наше. Они пойдут на нас с целью пресечь нашу вульгарную, незаконную, необоснованную монополию на всеобщее человеческое достояние. Надо понимать. Достаточно, на первый вопрос. Ну, относительно, в общем-то, я с вами согласен. Просто вот один из ярчайших представителей партии «Единая Россия», который был у меня в гостях в понедельник, это Евгений Федоров, он охарактеризовал нашу экономику как экономику сырьевой колонии под внешним управлением. Вот такая формулировка. У нас экономика сырьевой колонии, на ваш взгляд? Или нам-то говорят, что у нас сырьевая экономика? Отвечать вопросом на вопрос, конечно, неприлично. Вы всерьез полагаете его ярчайшим представителем партии «Единая Россия»? Ну, в общем-то, это пока что единственный человек, который говорит хотя бы 90% правды. Вот, это очень хорошее замечание. Я не знаю, тот же Константин Затульин, мне кажется, просто несопоставимый по яркости и по фундаментальности. Я сказал, один из ярчайших. Да, да, да. Не будем о них спорить, они сами между собой разберутся. Значит, вы правильно сказали, 90%. Там ведь главный поворот от правды к рифде в таком месте. Кто и когда предавал страну? Понимаете, ну, это красивая схема. Я прихожу к вам в квартиру, на ваши глаза граблю вас. Долго граблю, насилую, убиваю, снова граблю. А потом что-то я чувствую, как-то вот, что-то у меня селенок не хватает, вроде соседи собираются, сейчас меня начнут бить. Я говорю, ну, а что ж вы хотите? Бандиты, убийцы, насильники, они же 20 лет назад пришли и вас ограбили. А я вот теперь представитель тех, кто вас хочет освободить. Вот во главе со мной или вот с национальным лидером вот мы сейчас будем освобождаться. Ну, что тут говорить? Мне кажется, такая клоунада, рассчитанная на, ну, извините, совсем тупых. Вот, то есть, еще раз, моя позиция заключается в том, что... Первое. Нельзя говорить, что тогда без боя сдались. Вот перед вами сей человек, которому в жизни повезло. Потому что мне довелось принять участие в одной из битв, в которой они нас тогда, в страшно ужасные 90-е годы, под самый занавес перед приходом Путина, не победили. Я имею в виду историю с соглашением о разделе продукции. Победы в этой войне этим самым, я не скажу клоунам, но ярчайшим представителем. На новость уходим. Мы снова в прямом эфире. Это программа «Парадокс». Я Степан Димуров. В гостях у нас сегодня Юрий Болдарев и публицист. И мы ищем свет в конце туннеля. Главное, чтобы этот свет не оказался светом от скоростного поезда. Ну, тем не менее, телефон у нас в студии 6510996, код города 495. Также задавайте вопросы на сайте Финам.фм. Так вот, Юрий, мы закончили на том, что вы стали рассказывать о последней битве добра со злом. Да нет, не последней. А редком случае, когда удалось на том этапе победить. Я просто напомню, нам ведь рассказывают, вот эти ярчайшие представители «Единой России», да я чуть не сказал, клоуны, да? Вы гость, вам можно. Так нет, ну я не стану вас подставлять. Спасибо. Радиостанцию. Значит, они ведь нам рассказывают так, что вроде как Путин, главное достижение Путина, он покончил с вашими раздельпродукцией, что-то там вернулось. Нет, главное достижение Путина, согласно Примас, бываю фамилию известного кинорежиссера, который был у него начальником. Говорухин. Говорухин. Это цивилизованная коррупция. Ага. Ну, тут... Я не шутил. Я тихо приседаю. Значит, возвращаясь к этой битве. Значит, цирк заключается в том, что даже по датам. Битва-то была в 95-97 годах, когда наш национальный лидер... Успешно руководил внешнеэкономическими связями, горным бизнесом, впрочем, контролирует администрацию, будучи замом Собчака в Ленинграде, в Питере. Вот какой отношений на мелкой-то битвы вообще большой вопрос, да? Значит, а суть вопроса в следующем, что когда вот все наши природные ресурсы оптом пытались передать западному глобальному их потребителю, то за счет чего мы сейчас живем? Мы сейчас живем в основном за счет экспортной пошли на них. Это как бы важнейшая составляющая доходов нашей федеральной биржи. А от нее уже капли разбрызгиваются по всему-всему-всему. Ручейками. Ручейками, да. Так вот, не было такого, что страна оккупирована и некому противостоять. История была такая. Думу ввели в заблуждение. Закончик тоненький там о соглашениях о разделе продукции никто не понял о чем. Никто не читал. Пропустили, не заметили. А Совет Федерации, первой выборной, в котором были люди, в общем, от земли, это дело остановили. Беспрецедентная история, я подробно описал в книге в своей «Похищение Евразии». Остановили вопреки всему, вопреки чрезвычайным давлениям. Были заявления американских сенаторов, Клинтону, что эти русские не хотят, чтобы они провели золотую душу на странах инвестиций. Были жесткие, древние черномырдные шафраннику на заседаниях правительств заставить их сенаторов проголосовать как надо. То есть, ужесточаешь давно, три месяца закона висела между платным парламентом. Этот Совет Федерации тогда, в 95-м году, обрался воля, остановил согласительную комиссию, как раз был сопротивляемый согласительную комиссию от Совета Федерации, а Глазев был сопротивляемым от Думы. Радикально изменили закон, исключили из него ключевые, колониальные, унижающие страну и лишающие независимости. А какова была позиция Глазева тогда? Глазев быстро осознал, что случилось, и полностью встал на нашу позицию. Она была, во-первых, национально ориентирована, а во-вторых, разумеется, творческая. Серьезно ученым понимал. Там много было, кстати, именно стороны Думы творческих людей, которые предложили важные решения, которые вошли. В общем, отдельно интересная история у нас, вроде не о том, а сейчас. Я хотел на этом время показать, что удалось отстоять в качестве компромисса, не то, что как, опять же, эти разные чучела рассказывают нам о том, что какие-то ненужные, какие-то, маловажные два каких-то соглашения отдали. Совсем не так. Значит, в рамках этой согласительной комиссии был лоббист от Сахалина, который говорил, я проголосую за любые ваши поправки в отношении всего на всю страну. Но мне надо, чтобы в том виде, как заключено уже соглашение Сахалина-Сахалина-2, чтобы они вошли в силу. И ради его голоса все вынуждены были пойти на такой тяжелый компромисс. А масштаб компромисса, чтобы представляли все, о чем идет речь, да, бюджет 99-го года всей России был 20 миллиардов долларов федеральных, а счетная плата в том же 99-м году, в ценах 99-го года, считала ущерб, который за весь период эксплуатации Сахалина-Сахалина-Сахалина-2, да, точнее, соглашений, понесет Россия. Это бюджет составил 62 миллиарда долларов в ценах 99-го года. То есть три годовых федеральных бюджетов. Вдумайтесь, да. Тяжелейший компромисс. То есть немаловажные, а чрезвычайно важные. Вот, тем не менее, не дали распространить эту схему на всю страну. Колониальную схему, по которой спустя некоторое время в оккупированном Ираке американцы устроили точности все по этой схеме. Вплоть до того, что сначала административное решение, как у нас после переворота 93-го года Путин, Гельцин, подпишал, а затем протаскивание закона через парламент. Значит, и потом в 96-м, 97-м годах Левая Дума не давала протащить списки из 250-260 месторождений, которые оптом пытались перевести уже по новому закону, требовало согласия Думы, там оговорки дали. И Дума не пропускала это. И счетная палата тогдашняя давала отрицательное заключение. Я к чему? Что не было такого, что пришел враг, всех сломил, все сдались. Я работал в счетной палате до 2001-го года. Последняя моя должность в государстве была с 95-го, начало 2001-го, я был зампредом счетной палаты. Я как раз занимался правовым, металлогическим обеспечением и природным ресурсом. Так вот, я хочу сказать, что весь этот период, пока не скрутили голову тогдашнему Совету Федерации, он последнего скрутили голову, борьба продолжалась. Борьба прекратилась с приходом Путина. Прекратилась борьба. А дальше началась, извините, массированная сдача. Вот в чем проблема. Ну, если посмотреть, скажем, на то, что случилось с образованием, с армией, с социалкой, то я думаю, что вы здесь, конечно, правы. Но вопрос сразу возникает. Если у нас такое безрадостное экономическое будущее, если следовать логике, что экономика первична, а политика вторична, то, кстати, придерживаешься такой логики? Курица и яйца. Понятно. Хорошо. Цели и смыслы первичны с тех пор, пока вы не умираете с голоду. Да. Когда умираете с голода, все цели и прочие. Ведь рано или поздно, рано или поздно, это может привести к социальным потрясениям. Я не говорю, что экономическое будущее у нас безрадостное. Я говорю, что геополитическое будущее безрадостное. Геополитическое. Вот у нас предстоит, к сожалению, не удалось мне настояться на своей идее, у нас предстоит вот этот Московский экономический форум 20-21 марта. Посмотрите, ведь если у нас безрадостное геополитическое будущее, с нами никто не будет считаться, просто придут и отберут, и мы будем жить хуже. Вот я короткую мысль хотел здесь, если им сказать, вот будет Московский экономический форум, я как раз предлагал первые пленарные заседания, чтобы шли вообще не экономисты. То есть поразительный звонок от самого Симагу. Сейчас. Да. А чтобы сначала выступили. Философы, философия, цели и смысл развития. И второе, геополитики, о геополитических императивах, диктующих нам, Влад, на что делать в экономике, а что не делать. Давайте возьмем телефонный звонок от Владимира Владимировича, правда, Симагу. Владимир Владимирович, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Не могу не склиниться в вашу содержательную беседу, потому что, во-первых, был свидетелем участников этих событий 96-97-го года. И, к сожалению, вот та самая Первая Дума пошла на определенные сголы, по крайней мере, верхушка коммунистов. И закон о разделе продукции все-таки был принят, хотя сопротивление было отчаянное. Но, к сожалению, вот нашлись люди, которые дали команду коммунистам, и человек 12 было дивидировано именно для того, чтобы этот закон прошел. Причем сначала его готовили яблочники, им долго не пропускали. А потом Николай Иванович Рыжков сказал, ну, давайте лучше яблоко этот закон вести. И он странным образом проскочил. Но я хотел сказать не об этом, я хотел сказать о том, что сегодняшняя экспертная оценка, как таковая, в России отсутствует. Что независимых экспертных центров нет. И вот даже при счетной палате была попытка создать очень серьезную экспертную группу. Она не авторитетна для президента страны. Есть попытка создать при Думе некую экспертную группу. Она тоже носит такой влачин с жалкостью, что они номинальный характер. А вот именно независимые экспертные центры, независимые институты, к которым будет прислушиваться в обязательном порядке уже руководящий эстеблишмент, наверное, в определенной степени это залог, ну, будет быть, на крайней мере попыток правильного поиска решений. Помните, Абалкин, который всегда имел свое независимое суждение. Были еще несколько институтов. Сейчас-то этого нет. Сейчас есть высшие столы экономики вместе с Набиулиным там вот руководителем. И все, и больше-то ничего нет. Вот как бы вот эту ситуацию надо исправлять. Надо создавать некую гласную платформу. Владимир Ильич, а зачем ее исправлять? Кого интересует экспертное мнение в данной ситуации? Объясню. Ваша ирония и сарказм мне понятны. Мне и вам. Вот ради хотя бы даже двух персоналей и вашего гостя. Нас уже трое. Нас уже трое мыслящих и здравомыслящих по имя России. Давайте попробуем ради трех, человек, если остальные. Давайте попросим Владимира Владимировича не уходить из эфира, потому что я неплохо отношусь к Владимиру Владимировичу по совокупности. Но, к сожалению, не Владимиру Владимировичу рассказывать о том, как якобы коммунисты предали в 95-96 годах. Поясню. Как раз Владимир Владимирович был направлен фракцией коммунистов в согласительную комиссию. У нас были колоссальные трудности в связи с тем, что, к сожалению, Владимир Владимирович ни разу не явился на заседание согласительной комиссии. И возникла проблема. Если бы он являлся, то все наши поправки проходят, потому что фракция КПРФ была солидарна с нашей позицией. Он, к сожалению, ни разу не явился. И нам пришлось договариваться с коммунистами, с Зюгановым и так далее, что, ребята, смотрите, ваш представитель ни разу не явился. Формального протокола все, хана, ничего не проходит. Давайте вы согласитесь с тем, что мы, согласительная комиссия, два сопрецователя, предложим исключить Владимира Владимировича из состава согласительной комиссии, чтобы его голос не учился, что его не было. И тогда поправки проходят. Коммунисты согласились. Мы это вынесли на пленарную сцену Государственной Думы. И Дума согласилась считать, что такого человека, Владимира Владимировича Симага, просто не было. И это позволило моим противникам на протяжении пяти или более лет писать во всех, вы можете посмотреть в сети, как Болдырев и Болдырев с Глазием сфальсифицировали заключение протокола согласительной комиссии. Но это все было в прошлом. Нет, я просто хочу сказать, что не надо здесь отсутствовать сейчас Зюганов, отсутствуют коммунисты. Я сам не член никакой партии, никакой фракции. Но мне кажется, не надо здесь за глаза поливать. Значит, если у Симага есть претензии к коммунистам, то надо сажать Симага и коммунистов, и пусть они разбираются между собой. Давайте закроем эту тему. Давайте все-таки у нас тема не сканаем. Нет, не слышала эту тему говорить. Да, у нас... Тем более, что сама история, она несколько по-другому звучит, поэтому мы не будем об этом говорить. Потом никто уже не обсуждает позиции руководителей коммунистов. Владимир Владимирович, давайте мы все-таки вернемся к теме нашего разговора. Если свет в конце туннеля, на ваш взгляд, он есть или нет? Ну, хорошо, Владимир Владимирович ушел из эфира. Так вот, про свет в конце туннеля. К чему я стал говорить об экономике и возможностях социальных потрясений? Вы, наверное, читали Збигневу Беженецкую последнюю книжку? Последнюю нет. Шахматную доску читал. А вот, он интересную книжку написал. Стратегическое видение. Америка и кризис глобальной власти в 2012 году. Где он практически сравнивает США с СССР и говорит о том, что есть пять причин для очень быстрого распада США. Сам Збигнев Беженецкий. И вот эти пять причин, я вам сейчас их перечислю, их специально выписал. И как раз наступит перерыв. Давайте. Первое. Застывшая, неспособная к реформированию политическая система. Второе. Раздутый военный бюджет и ВПК. Третье. Падающий уровень жизни и расслоение по доходам. Четвертое. Наличие политического класса, который нечувствительен к социальному неравенству и думает только о собственном обогащении. Пятое. Попытки скомпенсировать утрату легитимности власти внешне политическими врагами. Это звучит как что-то очень знакомое, да более знакомое. Но это мы обсудим после перерыва на новости. Мы снова в прямом эфире. Это программа «Парадокс» с Степаном Демурой. Телефон студии 65 1099 6, код города 495. Также можно задавать вопросы на сайте финам.фм. Я вам зачитал пять причин, которые, по мнению господина Бжезинского, скажем так, не самого последнего политика в мире и стратега, могут привести к быстрому распаду США. по сценарию СССР. Что меня поразило и, в общем-то, напугало, что все эти пять причин присутствуют сегодня в России, на мой взгляд. Я могу вам снова зачитать. Чисто вот поверхностно. Не, не надо, только если слушателям. Могу с вами еще раз слушателям зачитать. То есть, на самом деле, очень интересный параллель. Это застывшая, неспособная к реформам политическая система. Второе. Раздутый военный бюджет и ВПК, что приводит к практически нерациональному использованию средств и бюджетным дефицитам. Третий. Падающий уровень жизни и расслоение по доходам. Четвертое. Наличие политического класса, который нечувствительен к социальному неравенству и думает только о собственном обогащении. И пятое. Попытки скомпрометировать утрату легитимности власти внешнеполитическими врагами. Можно отвечать? Да. Знаете, я приводил как-то в своей книжке одно такое сравнение, что очень похоже, примерно, как Мерседес вылеплен из глины. Издали. Похоже на настоящий. То есть, вроде все слова те же, а существо за ними совершенно другое. Начиная с военно-промышленного комплекса. Значит, я бы на месте Жизинского, ну или на своем месте, я бы формулировал как ключевую проблему, совершенно другую. А именно, привычку жить в два, в четыре раза лучше, чем это обосновано реальным производством, производством струда и так далее. Они кушают больше, чем производят. И стремление сохранить этот статус-кво во что бы то ни стало. Не способность сохранить политическую систему и стабильность при условии того, что, честно говоря людям, что, ребят, нам придется поджиматься раза в два в четыре. Вот ключевая проблема. Значит, соответственно, их ВПК в этой ситуации не может быть таким, как наш. Они не покупают у Венесуэлы мистральки. Понимаете? У Франции. Ну, такой абсурд и маразм. И у них ВПК. При всех, знаете, коррупция есть везде. Кто-то где-то откусил кусочек галеты, а кто-то где-то украл все, где лежали эти галеты. То есть, у них тоже есть проблемы. Я в свое время был с руководителем счетной палаты. Мы ездили, изучали, как Дженерал Кантин Офис работает в США. У них там страстная история, когда там завысили стоимость каких-то плащей для вооруженных сил в полтора раза. То есть, просто фантастически кошмарные истории в сравнении с тем, что творится у нас. Ну, там молотки еще по 100 долларов иногда попадаются. Да, ну вот что-то такое нам рассказывали. То есть, сравнивать невозможно. Потому что, хочешь не хочешь, у их этого самого страшного, застывшего, неспособного реформировать правящего класса, у них есть твердое понимание, что они в одной лодке со своим ВПК. Будет ВПК, они сохранят контроль за рынками, контроль за энергоносителями, контроль за всем-всем-всем. Не будет настоящего ВПК, а не такого фигового листка, как у нас делается с закупкой итальянских машин, чего-то стрелкового оружия, французских мистралей к никомунисту. То есть, совершенно другая ситуация. Значит, в США главная проблема заключается в том, что есть такое понятие, как неравномерность развития. Не ленинский закон именно капиталистического, а вообще неравномерность развития. Всякая ваша победа есть предсеча будущего поражения. Все-таки Соединенные Штаты Америки не способны сами вернуть себя в состояние такого напряжения, в котором живет, скажем, Китай. Если будут способны, смогут еще побороться. Но если они себя так будут поворачивать, то это требует, наверное, действительно какой-то, с учетом высокой степени самостоятельности и своеволия населения, это требует какого-то изменения политической системы. Может быть, они исправятся. Но, во всяком случае, мне кажется, это совершенно не аналогия того, что сейчас с нами. У нас совершенно другое. У нас процесс гниения и распада в условиях, когда ключевые руководители все время смотрят налево, в случае чего, куда мы спрыгнем, вот сюда или туда. Ну, совсем другая ситуация. Ничего общего. Извините, что я так решительно с вами спорю. Да нет. Хотя слова близкие. Да, портите мне настроение на выходные все дальше и дальше. Нет, ну хорошо. Застывшая политическая система. Их застывшая политическая система, конечно, является большим элементом шоу. Но хочешь, не хочешь, их политическая система так или иначе приводит к власти тех или заставляет оборачиваться на проблемы тех, кто занимается, уж извините, снова реиндустриализацией всерьез. У нас-то пока все это только на словах. Вы вдумайтесь в ситуацию. И еще, у них политическая система, она, скажем так, она более, что ли, заточена под жизнеспособность. В том смысле, что есть спускной клапан. Хотя бы две партии. И большая часть населения до сих пор, я там долго прожил, 12 лет, до сих пор еще верит в то, что эти партии различны. И изменив, и если вы проголосуете, скажем, за демократов, республиканцы плохие, демократы хорошие. Есть такой спускной клапан. У нас же его нет практически. Поле у них политическое структурировано, конечно, совсем не так, как я бы хотел, чтобы оно было структурировано. Я бы не делал так, чтобы те, кто за неограниченную власть капитала, одновременно хранители устоев семьи. А те, кто за более демократичные отношения между людьми и более равные возможности, те одновременно обязательно за то, чтобы межполовые и все прочие различия как будто их нет. Это скорее, знаете, такое, пиар-компания. Согласитесь, что это элемент... Для того, чтобы некоторые глубокие проблемы закрывать от избирателя. Как человек там живший, вы не можете не согласиться, что это элемент сознательного и целенаправленного такого структурирования поля, чтобы некоторым просто некуда было податься. Да, никуда не идти. Чтобы люди думали, скажем, не о дефиците бюджета, а думали о том, можно ли геям, скажем, вступать в брак. Это самое главное, чтобы их было в жизни. Это самая главная проблема, да. Значит, возвращаясь к нашим баранам, я на что хотел брать внимание. Так же, как нет такого, что в 90-е нас оккупировали и все сдались, подчеркиваю, одни сдались, и сидели там в Роснано, в РАОЕС, под Чубайсом и так далее, и так далее, и были всегда с партией власти. А другие в это время противостояли. Это тогда. И сейчас, но уж вы меня извините, вот у нас красивая картинка. Президент, наконец, дал поручение академикам, под руководством Глазева, или курированным Глазевым, написать правильный доклад. Ура, наконец-то, да? Вы возрадовались, нет? Нет, нет, потому что его положат под сукной. Так, есть доклад осени 11-го года. Того же Глазева, все эти же академики, все названия, там опережающие развитие здесь. Вы шутите? Что, не в курсе? Нет. Да ну я вас умоляю. Значит, в одном случае просят перечень мер, в другом случае комплекс мер. Значит, в одном случае опережающие развитие, в другом случае какой-то там... Догоряющие. Нет, нет, термин... Криминальные. Нет, 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 нет. Какая разница? Ну какое-то хорошее развитие. Все в условиях нестабильности глобально, разумеется. Значит, я-то в данном случае не под Глазева копаю. Я под Глазева не копаю, он честно делает свое дело. У него таких докладов за прошлые годы. И книжки геноциды, белая книга реформ, и академические институты работают. И там масса квалифицированных сотрудников, кандидатов, лекторов, которые регулярно все это выдают, и все это коту под хвост. Никому не нужно. И самое главное. Не то, что на это никто не реагирует. Вот я в октябре 2012 года на заседании Совета внешней обороны и политики внимательно послушал. Значит, вот выступает Дубинин, вот выступает ректор этой российско-экономической школы Гуриев, по-моему, да? Гуриев, да. И вот выступает Глазев. Они вообще как на разных языках, они как с разных планет. Эти говорят, какие возможности нам открывают, ну и там. Все вообще, вот только не упустите возможности. Знаете, Глазев рассказывает, я вас удивлю, о том, о чем теперь вдруг стали шуметь всюду. О войне печатных станков. О том, что... Нет, она старая. Я говорю о том, что в октябре Советник Президента на Совете во внешней обороны и политике. Вот это все излагает. Что происходит после этого? После этого закрепляются все предложения, я так называю, вульгарно-либеральных сил, или я так понимаю, что представители, проводников, интересов Запада в нашей стране. Закрепляются все, включая бюджетные правила, законы образования. Все заключается в самом вульгарном виде, как это предлагалось в стратегии 2020. Абсолютно вопреки тому, что предлагалось в том же докладе Глазева от осени 11-го года. Вот теперь, когда все закрепили, ну-ка, мальчик, и чудо. А вот теперь напиши, что нам делать в условиях, когда мы все сделали в точности наоборот. По сравнению с тем, как ты предлагал, мы сделали все, как предлагают Мау, Кузьминовы и так далее. А теперь напиши нам, что нам теперь делать. Вот я не знаю, в каком положении находится Глазев вся эта команда. Могут ли они честно написать, что прежде всего нужно отменить все последние осени и глубокой осени 12-го года ключевые решения, подписанные президентом, включая бюджетные правила. Рискнут они это написать? Или они напишут что-то против... Наверное, сначала придется разобраться все-таки со временем, с периодом времени. Это все-таки более важный вопрос, чем какие-либо экономические реформы. С этим даже пока разобраться не могут. Ну, ну, я ценю ваш юмор. Спасибо. Надеюсь, радиослушатели готовят. Нет, просто поймите правильно, вот ситуация-то идиотская. Я не знаю, какие теперь поручения Глазев дает там Никифелов этим институтом. То есть, грубо говоря... Это же все написано. Грубо говоря, вся ваша аргументация сводится к тому, что ребята, может, повезет, а может и нет. Потому что... Не понял. Ну, хоть лучик световый. Я надеюсь, что наши радиослушатели ценят ваш юмор, но вы явно не цените мою аргументацию. Она была совсем другом. Вопрос-то ведь... Вот очень хорошо сказал один из моих гостей, что жареные петухи бегают уже кругом. Их стадо. Так они давно бегают? Чего люди ждут? Я вот это не понял. Потому что, на самом деле, я не просто так зачитал Бжезинскую, потому что... Ведь когда начинается Великая Смута или еще что-нибудь, когда, в общем-то, происходит жуткое расслоение по доходам, это коэффициент джинни, так называемый, и... Вот я не могу просто понять одного. Ведь нормальный человек, ему всегда лучше быть богатым в богатой стране, чем быть супер богатым в нищей стране. Нормальный человек, понятие относительное. Я бы предпочел жить среди людей, для которых локоть товарища что-то значит. Больше, чем хихиканье от того, как я его перехитрил и обманул этого товарища. И зато я теперь вот в шоколаде, а он где-то там вот на задворках. Это разные люди. Понимаете, еще я просто продолжу свою мысль, ведь на самом деле стабильность политической системы, на мой взгляд, она характеризуется следующим простым принципом. Живи и давай жить. Если утрировать, если... Тогда система получается более-менее стабильной. Это стабильность системы, живущей по инерции, не ставящей перед собой никаких грандиозных целей. Правильно. Но у нас-то ситуация другая. Не ставя перед собой грандиозных целей, мы тихо загибаемся. Ну, может быть, как раз в этом и заключается намерение мировой закулисы. Ну, давайте так, без конспирологии. Известно, не скрываются концепции ведения современной войны. Они отработаны. Концепции ведения современной войны включают в себя, прежде всего, поражение высокоточным оружием чего? Ключевых промышленно-технологических центров. У нас нет. Высокоточным оружием примитно к России явилась нынешняя российская же власть. Да. Которая на протяжении 90-х годов еще колебалась туда-сюда, потому что были разные силы, а в течение 2000-х просто тихо, иногда громко, бравурные марши, сдает страну. На вступление в ВТО на нынешних условиях. Ну, вы уж мне, простите, Всемирный банк нас честно предупреждал. У них был доклад. Там все названия лозунговые, красивые, а внутри написано, что на самом деле. Там честно написано, что сектора обрабатывающие, промышленность, так далее, будут испытывать трудности. Они нас честно предупредили. То есть они будут самоликвидироваться. Да. На тех условиях, на которых Россия только что, победив оранжевую угрозу, я почувствую, победив оранжевую угрозу, вступила в ВТО, эта Россия подписала себе в рамках этого ВТО полный приговор, как потенциально технологической державе. И значит, держава в принципе в будущем способна отставить свою независимость. Но у России ведь нет старшего брата, который будет ее защищать. Мы приезжаем на новости. Снова при фо-эфире. Это программа «Парадокс». Я Степан Демура. Телефон в студии 659-996. Код города 495. Пишите, звоните, пишите на Финам.ФМ. Сегодня с Юрием Болдарем, публицистом, мы обсуждаем возможности экономики и возможное развитие политической ситуации в нашей стране на ближайшие годы. У нас есть телефонные звонки. Федор, добрый день. Да, здравствуйте, Степан. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Рад, что вы наконец-то оказались в одной студии. И именно в связи с этим у меня такой вопрос. А не пора ли нам всем, и в первую очередь вам, работать для объединения национально-ориентированных сил? Потому что, когда начнутся социальные волнения, а я уверен, что они начнутся, нам просто будет нечего предложить людям, и их в очередной раз обманут, как это было в 1991 году, и как было в прошлом году. Всякие волошины, кудриные и прочее. Спасибо. Да, хороший вопрос, интересный. Да, спасибо за вопрос. Переходим к позитиву. Что делать и что делаем на самом деле? Вы совершенно правы. Они нам предложили, каждый делай себе маленькую партию по 500 человек. Ура, вперед. Вы уже сделали? Готовлю. То есть, мы им отвечаем на это, нет уж спасибо. И пытаемся создать механизм не даже объединения, а механизм координации тех сил, которые есть. Другое дело, что СМИ, конечно, прожужжали все уши про координационные советы оппозиции. Но это смешно. Да. Значит, летом мы вместе с Ивашовым и рядом организацией, скажем так, национально-патриотической ориентации, учредили постоянно действующее совещание народно-патриотических сил. Значит, беда не в том, что не можем объединиться. Объединились очень слабые организации сами. Сами организации очень слабы. В то же время, кстати... А в чем слабость? Слабость и организационная, и финансовая. Ну, не хочу сказать личностная. То есть, лидеры вроде внятные, разумные. Значит, если у какой-то организации есть слабость организационная и финансовая, то можно говорить либо о том, что есть личностная слабость, либо о том, что нет объективной социально-экономической базы. Значит, выбираете все, что нравится. Еще раз, проблема в том, что есть общая слабость. Слабость может проистекать от неверия в том, что от нас что-то зависит. Слабость может проистекать от отсутствия культуры солидарности. Вот когда в Эмретинской долине людей выселяли, Москва, Подмосковье не поднимались в акциях солидарности. Когда сейчас из Новой Москвы, сейчас примут закон о упрощенном порядке изъятия земель, вот теперь сочинцы не будут солидарны с жителем Подмосковья, дробь новомосквичами, да? То есть сейчас, скажем, у нас катастрофическая ситуация на стыке Тамбовской, Волгоградской, Воронежской области, Воронежской области, на реке Хопер, где чернозем до двух метров глубиной, собираются добывать никель. Да. Никель стране не нужен. Страна экспортирует никель. Нехватки валюты, чтобы помочь бедным детям, экологическим и далее, в стране нет. Валюта складируется за рубеж. Ни с какой стороны России сейчас не нужно разрабатывать новые месторожения никеля. Особенно, если они не где-то за Полярным кругом, где-то в Тундре, а вот прямо здесь, в Житнице, на Хопре, да еще в густонаселенном районе. Но нет абсолютно никакого механизма, а, повлиять на власть, б, не удается призвать общество в других регионах быть солидарными с тем, кто там сейчас на это поднимается. Вот это реальная проблема. Знаете, у нас осталось всего 9 минут. Это вы считаете, это проблема общества? Или просто у людей такой менталитет, что, ну что, денежки на то, что покушать есть, хлеб есть, грубо говоря, зрелище есть, что я буду напрягаться? То есть, честно, если бы я знал, давно бы возглавил, победил. Все, кто сидят и рассказывают о том, что они знают, что и как, а что-то не сделал. Понимаете, то есть есть какие-то объективные проблемы, есть субъективные проблемы. Я, когда занимался активной политической деятельностью, уходил из нее в конце 90-х, начале 2000-х, я честно говорил, беда не в том, что мне не удалось. Беда в том, что никому другому это же не удалось. Значит, есть объективные и субъективные проблемы. Поэтому, что я могу сказать, всем людям, которые обращаются ко мне и говорят, а вот давайте мы с этим партию возглавить, я говорю, ребят, не пойдет, мы это проходили. Давайте на своем уровне, создавайте одно, другое, третье, пятое, создавайте свой координационный совет налогичный нашему в своем регионе. Пусть ваши лидеры выходят на наш координационный, будем согласовать какие-то акции, какие-то действия. Значит, пытались организовать акцию к 70-летию Сталинградской битвы. Завязать в одно целое 70 лет Сталинградской битвы и база НАТО на Волге под Ульяновск. Вы знаете, организации у себя на местах не смогли поднять людей. Как они это делали, что, я не берусь говорить. Может быть, просто пока что никому не нужно. Ну, значит, есть такая концепция, что, к сожалению, нас убивают слишком медленно. Для того, чтобы мы осознались... Мари, что нас убивают. Значит, что вот оставшиеся там 8 минут у нас, да, вот мне что важно было бы успеть донести до людей, если вы не возражаете? Вот я короткую совсем. Я не собираюсь 8 минут на налог. Дело в том, что что делать технически с экономикой, на самом деле, очень хорошо известно. Вот сейчас подготовка... Позвольте я спрерлу. Просто, то есть, если предположить гипотетически, что власть одумается, да, предположим, одумается, проснулась власть в один прекрасный момент, и вдруг поняла, что на самом-то деле на Западе их никто не ждет, а ждут только их деньги, и что нужно как-то поднимать страну. Ну, в принципе, вы говорите, что экономическая программа, как это сделать, есть, она реальная, и этот сценарий реализуем. Да. Значит... Да или нет? Да. Безусловно. Значит, опять же, вы поймите, жизнь — это война. Каждое растение сражается с другим растением, за воду, за... В войне никто никогда заранее не знает, кто победит. Но Россия пока приняла концепцию, что мы так здорово сдаемся, что нас никто не трогает. Но это не есть выживание, это сдача. Значит, вот в рамках подготовки к этому московскому форуму, значит, вот такие промежуточные мероприятия. Финансовая секция форума прошла, ролик, кстати, в интернете выложен, налоговая секция форума, ролик в интернете выложен, сельскохозяйственная секция, там, энергетическая, кстати, она была как рабочая, не выложена, да, пока. На всех приходят серьезные, содержательные люди. Не с улицы, многие из них работали в государстве, как я в свое время работал. Знают точно, что надо делать, расслабляют по полочкам. Значит, участвуют в том, что представители оппозиции, там, и КПРФ, и Справедливая Россия, и парламентская оппозиция, которые сейчас тщательно дискредитируют, чтобы сделать вид, что как будто ничего нет. Есть. Они вносят альтернативные законы и об образовании, и налоговые, и в части, там, вот этого бюджетного правила. Они по всем ключевым вопросам представляют альтернативу. Просто она замалчивается, ее никто не знает. Так вот, даже если посмотреть ролики, из этого складывается концепция. Для чего нужен доклад академиков? Конечно, что-то надо посчитать дополнительно, что-то надо обосновать, что-то надо перевести в такую форму, чтобы даже на цену лидеру стало понятно его окружение. Потому что это же не секрет, что были такие истории, когда там тот же, условно скажем, Глазев, условно скажем, Глазев докладывает кому-то, вот, непосредственно самому высокому или близко к тому, тот говорит, а ты не можешь все это объяснить Кудрину? Типа того, что вот если Кудрин скажет да, тогда я соглашусь. Но Кудрин никогда не скажет да. Или тот, кто теперь Кудрин замещает, как-нибудь Набиулина в свободниках у Путина. Чтобы Глазев не предложил, Набиулина всегда скажет нет. Потому что мировоззрение, условно скажем, Глазева, условно скажем, тех, кто на Московский экономический форум собирает. Не, ну, позвольте вам возразить. Я слушал Глазева несколько раз, и, в общем-то, человек говорит достаточно простым, понятным языком. Что у вас, получается, есть с одной стороны аргументы Глазева, а с другой стороны аргументы Набиулиной. И разумный человек, в принципе, наверное, может понять, чьи аргументы более весомые и, скажем, принесут больше пользы страны. Это вы приглашаете сюда разумного человека непосредственно и спросите его. На пресс-конференциях бывает там по 3-4 часа, да бывает пресс-конференциях, что-то никто разумного человека не задает вот эти самые простые вопросы. Колосов лет 5 или 7 назад задал вопрос, знаете, такого журналиста Колосова, на третьем канале. Он задал решить на вопрос, а как же так? Ну, и, своими словами, про насос по выкачиванию ресурсов из России. Все эти фонды на подпитку американской наступалки. Не оборонки, а наступалки. Что случилось с Колосом после этого? Значит, программа, которая у него была же недельно аналитическая, его тут же лишили. Так вот, оставили ему только вот периодически участвовать в вечерний какой-то и так далее. То есть, все очень просто. Значит, никто даже не решается перед разумным человеком поставить вопрос ребром, как поставили сейчас его выводить. Все просто. Значит, еще раз. В части экономической, все четко понятно, что делать. В части социальной, все законопроекты альтернативные, об образовании Смолина, да. И альтернативные бюджеты каждый год вносит. Оксана Генриховна, там, Дмитриева этим занимается регулярно, просто с группой считает. Ученых. Это не то, что просто вот политики ля-ля-ля. У него группа ученых. Они это считают не хуже, чем сотрудники академических институтов. Да, они вместе работают с академическими институтами. То есть, все это и посчитанное уже есть. Значит, что предложат Путину в новых условиях? Предложат ли ему отменить его же прежние решения? И как-то надо будет решать вопрос. Я уже слышал. Это же были решения Медведева, а не Путина. В 12-м году. Я понимаю, что наши, как вы сказали, самые яркие представители «Единой России», они могут возить в заблуждение некоторых наших слушателей. Но не вас. Какие решения? У нас кто стоял Медведева? Кто и зачем стоял Медведева? Ну, все же очевидно. Не было никаких решений Медведева. У нас есть решение одной единой монолитной власти, которая периодически перед нами играет в доброго дяднику и злого, в национально-патриотическое ориентирное дяднику и оранжевого какого-то либерального. Но это же иллюзии, мне кажется, здесь никаких быть не должно. Еще раз, в этой части все понятно. В части политической сложнее. В части политической им удается с ухмылкой, весело разводить вот сталинисты сюда, антисталинисты-монархисты сюда, а мы над вами смеемся, что вы православные монархисты против сталинистов, а сталинисты против монархистов. А мы вами управляем, дергаем за ниточки и посмеиваемся. Нам нужно преодолеть все эти отголоски прошлого. Значит, Россия равна, дорогая, и монархистам, и православным, и тем, кто там с калавратом еще, и тем, кто за Христа, и тем, кто язычники. Это с одной стороны. И с другой стороны и коммунистам, и социалистам, и социал-демократам и так далее. Значит, вот это нам нужно суметь преодолеть. Значит, если мы сумеем это преодолеть... А это преодолимо? Только реально. Вы говорили про каких-то разумных людей. Значит, если большинство наших слушателей, нормальных людей, будут в этом смысле разумны, и поймут, что их действительно специально все время разводят на эти вчерашние проблемы, если они поймут, что самый ярый сталинист сегодняшний, это не тот, кто за то, чтобы вас и меня сослать в Сибирь. Это тот, который по совокупности считает, что нельзя позволять этим сегодня, с учетом цвета, я имею в виду не цвета, а степени измазанности их лица и рук во всем, в чем только можно, позволять клеймить наше прошлое. Это совсем другой подход. То есть, если только большинство наших людей это будет понимать, если они будут готовы отбросить вчерашние разногласия и решать сегодняшние и завтрашние проблемы, но это, к сожалению, пока никому не удалось. Вы говорите о некотором таком наступлении, некоторого просветления в головах. Ну, хотелось бы. Мы с вами должны честно признать, что наше поколение может только поделиться опытом со следующим поколением. Скорее всего, мы с вами революцию уже не сделаем. Но, может быть, у наших детей достанет моральных и физических сил. Если они доживут. Юрий, вы на самом деле вселили в меня некоторую толику оптимизма и на этой оптимистической ноте я хочу благодарить своего гостя Юрия Болдарева. Удачи! И вот.